В этом сезоне в составе участников чемпионата произошли изменения. «Динамо» Московской области прекратил существование, но появились два новичка – «Омские ястребы» и «Академия Михайлова из Тулы». Всего за главный приз борются 27 команд. Что касается Тамбова, его состав тоже не остался прежним. Изменения в команде произошли более чем достаточно. Порядка 60% команд обновилась. Здесь пришли как опытные игроки, так и, можно сказать, не обстреляны молодежь, не принимающие участия в чемпионате высшей хоккейной лиги. Впервые за клуб играет чемпион мира и чемпион универсиады. Еще приятный момент – в состав вошли два своих игрока, воспитанных спортивной школой, созданной при клубе. А это уже говорит многое о развитии хоккея в нашем регионе. Рост показывают и профессионалы, с каждым разом покоряя все более высокие вершины. «Если мы тогда ставили прошлый год задачу попасть в плей-офф, эта задача была выполнена, конечно, на этот год будет задача показать более весомый результат, пройти дальше, насколько это будет возможно». А конкуренция в ВХЛ высокая, по мнению некоторых, даже выше, чем в КХЛ. Но «Волки» к сезону подходят во всеоружии. Сборы начались еще 1 июля, и за это время, с учетом двух и даже трех разовых тренировок, команда сыгралась и готова к проверке на прочность. «Много достаточно работы проделали, ну опять же, как на земле, так и на льду. Выполнили весь тот объем, который планировали. Выставочные игры сыграли, достаточное количество, опять же, 12. Поняли, над чем работать нужно, еще предстоит даже работать в течение чемпионата». Непосредственно для наших парней чемпионат начнется 6 сентября. «Волки» сыграют на выезде против «Нефтянника» в Альметьевске. Первая домашняя игра Тамбова пройдет 18 сентября, а пока Ледовый дворец спорта пустует. Правда, будут ли наполняться трибуны в этом сезоне вообще, стоит под вопросом из-за ковидных ограничений. Думаю, не стоит говорить, насколько присутствие болельщиков важно и для самих игроков. Но соответствующее письмо уже направлено в Роспотребнадзор, поэтому будем надеяться на лучшее. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.